Здравствуйте! Меня зовут Андрей и я предлагаю вам использовать чуть больше следующего часа вашего времени для медитации. Прежде чем мы начнем, предлагаю еще раз проверить, действительно ли вы готовы. Проверяем и не потеряем время зря. Наоборот, так мы выразим уважение нашей медитации, уважение своему исследованию. И оно будет интереснее, глубже и полезнее. Еще раз проверьте, что вам никто не помешает. Отключите будильники, звуки и вибрации в телефонах. Напомните близким, что вам будут мешать громкие звуки. И вам необходимо быть наедине с собой в комнате. Около полутора часов. Оставьте себе запас во времени для уверенности. Вы будете лежать на коврике для йоги или твердом ковре. Ваши положения и температуры воздуха не должны вам мешать. Проверьте это. Положите рядом одеяло, если вы часто мерзнете. Мы будем вместе исследовать пространство и время при помощи собственных ощущений, своего дыхания и моих слов. Из того, что мы не используем в обычной жизни, нам понадобится только толстый валик и неподвижность. Если вы не знаете, что такое толстый валик, испытываете сильные боли в пояснице, знаете, что у вас есть грыжи в пояснице, возможно, сегодня будет лучше просто полежать на спине. Исследуйте свою возможность сохранять неподвижность. Прислушивайтесь к моим словам. Просто лежите на спине, представляя, что теплая ладонь поддерживает снизу поясницу, как будто между полом и поясницей мягкая, теплая прослойка. В любом случае, позвольте своей пояснице сохранять форму длинного моста. Исследуйте свою неподвижность. Если у вас нет толстого валика, туго скатайте плед. Можете использовать большое полотенце. У вас должен получиться валик толщиной за бутылку для воды емкостью полтора литра. Не используйте твердые, особенно ребристые валики для гимнастики пилатеса, они не подойдут. Если вы знаете, что мы будем делать с толстым валиком, уверены, что готовы приступить, начинайте. Ждите нас на толстом валике, опираясь на локти. Я уверен, что если вы действительно уже начали, то вы делаете это не следуя суете, тревоге, оставаясь спокойными. Отправляйтесь в исследование. Мы присоединимся к вам через пару минут. Итак, я надеюсь, что вы уже туго скатали толстый валик. Положили его под поясницу, примерно так, чтобы он был рядом с тазовыми гребнями и разматывался в сторону поясницы, если бы мы его отпустили. Ладони лежат на валике сверху, и вы облокотились на локте. Мы упираемся запястьями в пол и в валик, как будто бы мы двигаем валик немного в сторону тазобедренных суставов. И уже сейчас чувствуем легкое, мягкое растяжение в пояснице. Сейчас больше внимания мы можем уделить своей голове. Она сама требует немного больше внимания, чем обычно. Наша голова хочет прокинуться назад. Она весит достаточно много, и мы чувствуем это. Даже если голова тяжелая, постарайтесь избежать того, чтобы запрокинуть ее назад. Придется немного напрячь мышцы и подержать голову. Это занимает часть нашего внимания и кажется немного неудобным. Мы сразу начинаем замечать, сколько весит голова. Если вы надавите кончиком крестца в пол или просто представите, что вы перенесли вес в сторону крестца, как будто бы ваши ребра немного опустились вниз и передали свой вес в сторону крестца, то вы заметите через какое-то время, может быть, уже сейчас, что голову стало как будто бы чуть легче, проще удерживать в этом положении. Постарайтесь немного опустить и расправить плечи, направить к грудину и ключицу по направлению вверх. Голова по-прежнему остается немного тяжелой, но, несмотря на это, вы как будто бы готовы находиться в этом положении. Ваш таз на полу, вы чувствуете, как часть внимания ушла в ту сторону, в которую ребра направляют давление в сторону копчика. Вы уже немного чувствуете вытяжение поясницы, потому что руки как будто бы толкают валик в сторону таза. Давайте немного усилим это движение. Давайте попробуем направить мысленно, скорее в виде образа, вес ребер в сторону таза чуть более акцентирован. Чуть больше внимания оказывается в области копчика. Мы чувствуем, что контакт между копчиком и полом стал чуть сильнее за счет того, что мы отправляем мысленно в виде образа часть веса наших нижних ребер в сторону таза. Если это действительно происходит, если мы чувствуем, как на каждом выдохе наши ребра как будто бы отдают часть своего веса вниз. И когда это происходит к концу выдоха мы замечаем, что внимание как будто бы чуть более уверенно, чуть более естественно отмечает ощущение в области контакта между тазом и поверхностью коврика. Когда это происходит на каждом выдохе, значит мы готовы продолжать, значит мы готовы опускаться. Во время того, как это будет происходить, мы будем продолжать мысленно на каждом выдохе направлять вес ребер в сторону таза. если это действительно останется с вашим вниманием, если вы будете сохранять этот образ, когда будете опускаться вниз, то когда вы будете ложиться, разводя локти в сторону, таз постепенно поднимется вместе с тем, как тело будет опускаться, и ягодицы освободятся от контакта с полом, ощущение взаимодействия между крестцом и ковриком раствориться из внимания. Мы ложимся, присутствуя в тех ощущениях, которые возникают, присутствуя в своих эмоциях по поводу того, что нам хочется быстрее освободиться от веса и в своих ощущениях по поводу того, что происходит, когда таз и поверхность пола теряют контакт друг с другом. Мы продолжаем опускаться и позволяем внутри присутствовать ожиданию, чувство облегчения по поводу того, что скоро не придется держать голову на весу. Скоро мы освободимся от того, чтобы чувствовать вес своих мыслей. Мы раздвигаем локти в сторону и каждое движение вниз. Это движение в присутствии того, что с нами происходит. Это движение в нашем внимании. Движение от того, что нам все равно, что мы ощущаем. Движение от того, что мы не знаем, что с нами происходит. От того, что мы не готовы почувствовать все это. К полному присутствию к тому, что происходит прямо сейчас. Мы опустились вниз и позволяем находиться внутри нас легкому ощущению успокоения. Мы опустились вниз и у нас внутри возникает облегчение. У нас внутри возникает радость от того, что нам больше не нужно держать на весу свою голову. Мы опустились и это ощущение облегчения с одной стороны кажется нам немного ненужным, немного лишним. Мы немного его стесняемся и все, что мы ощущаем, все свои переживания, которые мы располагаем рядом, сажаем их рядом со своим вниманием вместо того, чтобы их отталкивать или использовать. Просто даем им часть внимания, предлагаем им находиться рядом в нашем внутреннем пространстве. Итак, мы легли вниз, разводя локти в сторону. Таз поднялся над полом и ягодицы висят над полом. Не забывайте, что плечи остаются расслабленными. Они не стремятся двигаться к ушам. Ваш подбородок не стремится подняться вверх, запрокинуться или наоборот стать двойным. Он смотрит точно вверх. Колени согнуты, не разваливаются. Ягодицы расслаблены. Обратите внимание на то, что колени действительно смотрят прямо вверх. Если вы ощущаете, что ваши колени разваливаются, можно немного изменить положение стоп или представить, что ноги как будто бы чуть-чуть сходятся. Это больше образ, чем активное действие. Мы не используем во время медитации активные действия. Колени направлены вверх или двигаются по направлению друг к другу. Это именно то, что нам нужно. Это именно то, что поможет нам во время медитации. Мы не будем выпрямлять и класть ноги на пол. В течение всей медитации они останутся в этом положении. Вы ощущаете, что ягодицы остаются расслабленными на весу. Еще раз обратите внимание, что большая часть веса остается на поверхности ваших ступней и на спине, между лопатками. Давление валика на поясницу мягкое, незначительное. В то же время контакт между полом и подошвами стоп сильный, заметный. Удобный для того, чтобы обратить на него внимание. Обращаю внимание на мягкий, удобный контакт между валиком и поясницей. Похожий на то, как будто бы поясницу поддерживает мягкая, теплая, успокаивающая ладонь. Обратите часть внимания на мои слова, особенно если вы впервые на такой медитации. Во время медитации могут возникнуть ощущения, которых вы не ждали. Через какое-то время могут возникнуть мысли, что положение тела и действия валика на поясницу могут быть небезопасными. На самом деле положение вашей поясницы будет естественным, желанным для нее положением. Давление валика позволит расслабить напряженные мышцы, удерживающие поясницу в вынужденном, неправильном положении. Активизировать поддержку нужных мышц. Это положение поясницы и давление валика полностью безопасно, полностью естественно. Такое неподвижное, естественное положение позволит всплыть на поверхность внимания все, что закрывало напряжение, все, что закрывало суета вокруг. Конечно, ощущения иногда могут стать дискомфортными. Если это возникнет, вспомните, что когда вы испытываете дискомфорт, это то самое время, когда он покидает вас, растворяется, исчезает в давлении, которое вы ощущаете. И когда он исчезает, он оставляет вас в полностью безопасном, естественном положении. Позвольте ему уйти, не спугните дискомфорт движениями. Если же ваши отношения с дискомфортом станут борьбой, кто сильнее, кто терпеливее, в любое время нашей медитации, медленно, без суеты, бережно, отдавая дань уважения каждому своему ощущению, каждому движению, повернитесь на бок и затем снова вернитесь на спину уже без валик. Помните, что мы здесь для исследований, а не для сражений. В то же время учитывайте, что ощущения безопасны, и вы можете сделать все, чтобы дискомфорт был умеренным, самостоятельно регулировать интенсивность ощущений, сохраняя спокойствие, внимательность и неподвижность. Теперь мы полностью готовы продолжать. Теперь мы находимся в полной безопасности. Мы продолжаем ощущать мягкий контакт между валиком и поясницей. В то же время контакт между подошвами стоп и ковриком, на котором вы лежите, очень сильный. Все, что мы будем делать, я буду сначала проговаривать. Потом мы будем вместе, медленно, с уважением, не торопясь делать это. И чтобы было действительно полезно то, что мы делаем, мы будем делить каждое свое движение, каждый свой замысел на много маленьких частей. И каждую часть лучше ощутить и заметить. Заметить, как давление на поясницу становится более заметным для вашего внимания. И как при этом внизу живота как будто бы возникает ощущение некой упругости, наполненности. Как будто бы живот сам собой, без наших усилий, вдувается воздухом. Каждое наше движение как будто бы будет таять в неподвижности. Может быть, у нас возникнет ощущение, что мы не понимаем, действительно ли мы что-то делаем или продолжаем находиться в полной неподвижности. Для окружающих вообще будет казаться, что мы не делаем ничего. Наше внимание будет путешествовать не по нашим движениям. Оно будет путешествовать по нашему дыханию. И потому как наше тело пропускает через себя силу тяжести, гравитацию. И большая часть этой гравитации будет переходить на толстый валик. Для этого мы поможем толстому валику ощутить вес нашего тела. В движении, которое мы медленно, разделяя его на много частей, будем переносить вес тела на валик, сила воли будет играть самая малая и незначительная роль. Сила воли не будет использоваться нами активно во время медитации. Все, что нам будет нужно, это просто представлять, как вес тела с наших ступней передается на поясницу. Мы не будем вжимать поясницу в валик. Мы не будем делать это движение активно. Все, что нам нужно, это просто представить, как мы передаем силу тяжести с наших ступней на валик. Мы как будто бы перемещаем эту тяжесть. И для этого все, что нужно, это представить, как вес от наших коленей спускается в сторону тазовых костей. Мы переносим баланс в сторону валика. Удерживая таз в том же положении, позвольте пояснице стать чуть более тяжелой на валике. Для этого представьте, что вес переходит, перестает ощущаться на ваших ступнях и от коленей вниз переходит в сторону тазобедренных суставов. Это похоже на то, что паховые складки как будто бы становятся чуть глубже. Вес стекает от коленей в сторону тазобедренных суставов. Когда это происходит, паховые складки действительно становятся глубже. И мы ощущаем, что ноги как будто бы передают свою тяжесть от ступней в сторону тазобедренных суставов. Поясница при этом постепенно, по чуть-чуть становится тяжелее на валике. Это движение и утяжеление не идет от силы воли. Мы не толкаемся нашими стопами в сторону валика. Мы представляем, что вес спускается сам по себе от наших коленей в сторону тазобедренных суставов. Представьте, что вы роняете ноги в тазобедренные суставы. С каждым выдохом это движение становится чуть более заметным для нашего внимания. С каждым выдохом валик оказывает чуть больше давления на нашу поясницу. Мы удерживаем таз в том же положении. И на каждом следующем выдохе сейчас мы будем разрешать пояснице стать чуть тяжелее на валике. Когда это будет происходить, все, что нам нужно, это позволить пояснице принять только ту часть веса, которой она готова. У нас нет задачи броситься в бой. У нас нет задачи отдать пояснице весь вес нашего тела. У нас нет задачи вжаться поясницей в валик. Если это произойдет, поясница отреагирует на наши действия привычным напряжением. Если это произойдет, мы не сможем исследовать то напряжение, с которым мы начали медитацию. Мы начнем бороться со своими действиями. Поясница начнет сопротивляться давлению валик. Поэтому мы будем действовать медленно, осторожно, на каждом выдохе, медленно, постепенно, перенося вес и позволяя пояснице почувствовать себя на валике чуть тяжелее. Ровно настолько, насколько это нужно для того, чтобы не возникало ощущение опасности. Ровно настолько, насколько это нужно для того, чтобы поясница не отреагировала сжатием, новым напряжением. Мы это делаем для того, чтобы мягко и постепенно донести давление валика до того места, в котором присутствует старое хроническое напряжение. То напряжение, которое поясница принесла сюда на медитацию. То напряжение, которое возникло в результате того стресса, который мы испытываем в жизни. Это то напряжение, которое мы хотим растворить в давлении валика. То напряжение, которое мы хотим уменьшить во время медитации. Поэтому, держивая таз в том же положении, в котором он находится, на весу, мы будем переносить вес медленно и аккуратно. Может быть, во время медитации нам не удастся перенести весь вес нашего тела на валик. И если это произойдет, это и будет нашей победой. Потому что в нашей медитации нет такого результата, как перенос всего веса на валик. Мы не стремимся к этому. Мы стремимся к исследованию. К исследованию каждого маленького движения. Время того, как мы будем переносить вес тела на валик. Вместе с этим мы будем продолжать наблюдать за тем, как наше дыхание берет с собой вес нижних ребер. И на каждом выдохе по дуге отправляется в сторону дна таза. Мы будем ощущать, что происходит при этом внизу живота. Что происходит в паузе после выдоха. Что происходит на каждом следующем вдохе. Продолжая выдыхать, делая это снова и снова, Обратите внимание на то, как я описываю ваши выдохи. Я буду описывать то, что ваше внимание может найти в каждом следующем выдохе. И с каждым следующим выдохом Ваше внимание действительно сможет обнаружить то, что обычно было скрыто от него в суете. На каждом следующем выдохе вы сможете найти это, заметить. И сделать это частью вашего исследования. Частью того, что будет следующей ступенькой для вашего внимания во время погружения все глубже и глубже. Сейчас обратите внимание на то, как на каждом следующем выдохе Ваше дыхание спускается вниз. И когда оно доходит до нижних ребер, Внимание может заметить, что нижние ребра имеют свой вес. Нижние ребра достаточно тяжелые. И с каждым выдохом они опускаются вниз и передают свой вес в сторону таза. В ту сторону, где, когда мы висели на локтях, Мы ощущали контакт между копчиком и тазом. Когда это происходит во время каждого следующего выдоха, Все, что вам нужно, это просто обращать внимание, Как ребра отдают свой вес, Как выдох идет по дуге, по мосту, Огибая валик в сторону копчика. Выдох продолжается. И в копчике как будто бы уже кончается место для выдоха. И, огибая по дну таза, Выдох проходит в сторону низа передней брюшной стенки, В сторону низа живота. Выдох продолжается. Нижние ребра отдают свой вес выдоху. Внимание сопровождает выдох. И он уходит в дно таза. С каждым следующим выдохом, Вес ребер вместе с дыханием Передается по длинному мосту, Огибает толстый валик, Касается нашего копчика, Выстилает дно таза И превращается в упругую силу Внизу живота. Мы как будто бы открываемся Этой силе. Внимание как будто бы Приглашает эту силу В свой дом. И эта сила Дает поддержку Нашей пояснице. Делает возможным Принимать давление валика Ещё более расслабленным. Мы удерживаем таз В том же положении. Удерживаем поясницу Утяжелённой на валике. Позволяем Паховым складкам Становиться ещё глубже. За счёт того, что Вес ног Спускается, Стекает По нашим коленям. Нижние ребра С каждым выдохом Переносит свой вес. Помогает этому весу Путешествовать по руслу, Который создаёт дыхание. Переходить По дуге Огибая Валик Касаться Копчика Выстилать Расслабленный. Расслабленный. И как будто бы Помогать Валику Стать чуть ближе К источнику напряжения Внутри. Поясница С каждым выдохом Ощущается, Как длинный Моз. Превратите Каждый выдох В исследование. Превратите Каждый выдох В вопрос. Превратите Каждый выдох В игру. Можно ли это сделать? Обратите внимание На то, Ощущаете ли вы, Как Ваше внимание Путешествует По Этой Воображаемой Дуге По Воображаемому Мосту В каждый момент, Когда это происходит, Когда ребра Опускаются Вниз И отдают Свой вес Вашему Дыханию, Помогают Его Подхватить И перенести Дальше, Чтобы потом Превратить В упругую Силу Внизу Живота, Ребра Опускаются Не бесконечно. Обратите Внимание, Что На следующем Выдохе Ребра Опускаются Вниз, Отдают Свой вес И в какой-то Момент Они Останавливаются Когда это Происходит Тело Как будто Бы Соединяется Оно Перестает Быть Разобранным На части Ребра Посылают Вес Тела В Тазовое Дно И каждый Из нас Может Почувствовать Это Каждый Из нас Прямо Сейчас Ощущает Самую Мелкую Деталь Того Что Происходит На выдохе Каждый Из нас Ощущает Как Ребра Опускаются Вниз Отдают Свой вес Дыханию Дыхание Подхватывает Этот вес И Продолжает Своё Путешествие По Мосту С Каждым Выдохом Паховые Складки Становятся Глубже Потому Что Вес Ног Опускается Всё Больше Мы Сдаёмся Гравитации Сдаёмся Тому Весу Который Стекает От наших Коленей И Ощущается Как Давление Валика На Поясницу Поясница Остаётся Спокойной И Расслабленной Потому Что Мы Переносим Ровно Столько Веса На валик Сколько Нужно Для того Чтобы Поясница Приняла Этот вес Вместо Того Чтобы С ним Бороться В нашей Медитации Нет Борьбы В нашей Медитации Есть Только Исследования Только Вопросы Выдох Заканчивается И Наступает Пауза Во время Этой Паузы Мы Ещё Продолжаем Какое-то Время Жить В ощущениях Которые Возникали Во время Выдоха Во время Этой Паузы У нас Нет Желания Сделать Её Больше Это Обычная Комфортная Пауза После Выдоха Пауза Во время Которой Всё Что Нам Нужно Это Просто Остаться Наедине С ощущениями Своего Тела В этой Паузе Всё Замирает Даже Дыхание Останавливается Мы Остаёмся В полной Неподвижности Пауза Заканчивается И Вдох Как будто Отталкивается От Упругой Силы Внизу Живота Он Поднимается По тому же Мосту По которому Шёл Выдох При этом Рёбра Не поднимаются Они как будто Бы Расходятся В стороны С каждым Вдохом Нас Покидает Ощущение Напряжения С каждым Вдохом С нами Остаётся Упругая Сила Внизу Живота Вдох Вдох Как будто Отталкивается От той силы Добавляет В неё Ещё Немного Пругого Эластичного Ощущения Наполненности Рёбра 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 Расходятся в сторону не поднимаясь вверх с каждым вдохом мы присутствуем одинаково в ощущениях которые сопровождают наше дыхание в ощущениях по которым внимание как по ступенькам поднимается к вершинам нашей медитации вдох заканчивается и наступает выдох мы по-прежнему утяжеляемся ребрами и поясницей на каждом выдохе и в конце выдоха мы снова ощущаем расширение и наполнение упругую силу внизу живота силу которая немного успокаивает ожидания нашей поясницы эти ожидания естественно нам не стоит осуждать реакции своей поясницы нам не стоит сетовать на необходимость бережно переносить вес на валик нам не стоит оценивать то что поясница готова к тому чтобы встретить напряжением давление валик это происходило всегда если это произойдет сейчас потому что мы перенесем чуть больше веса чем поясница готова принять то в этом случае все что нам нужно это вернуть часть веса ощутить чуть больше свои стопы и когда это произойдет поясница ответит нам на это доверие и мы снова сможем позволить весу углубить паховые складки снова позволим пояснице ощутить давление чуть больше с каждым выдохом с каждым выдохом мы позволяем вниманию путешествовать по руслу дыхания и ощущать как выдох проходит по длинному мосту выстилая дно таза и получает новое доказательство безопасности защиты поясница спереди виде упругой сильной эластичной подушки внизу живота ощущение наполненности живота воздухом от которого в конце каждой паузы отталкивается каждый следующий вдох проходит вверх позволяя ребрам разойтись стороны вместо того чтобы привычно подниматься вверх вдох идет по дуге и мы ощущаем в конце вдоха наполненности ясность самых верхушках наших легких ощущение прикосновения свежим воздухом под ключицами ощущение того что грудина поднимается вверх и может быть даже нам внимание позволит ощутить образ того что расстояние между грудиной и ключицами становится чуть больше в этом месте появляется ощущение пространство давление валика на поясницу может сопровождаться или уже сопровождается ощущениями тепла жара может быть появляются некоторые неприятные ощущения в пояснице если эти ощущения становятся неприятными то это тот самый момент когда они сообщают нам что нечто изменяется что позвоночник начинает двигаться по направлению к нужному изначальному положению когда мы ощущаем что-то неприятное дискомфортное это тот самый момент когда мы отпускаем присутствуем в растворении этого неприятного это происходит потому что когда фалик оказывает давление на участок напряжения в поясницу во время этого давления напряжение начинает таять растворяться и когда напряжение растворяется у позвонков появляется возможность изменить свое неправильное положение изменить вынужденное положение эти ощущения которые сопровождают изменения положения позвонков как раз в этот самый момент становятся сильнее заметнее для нашего внимания давление валика усиливается ощущение дискомфорта болезненности жара может стать сильнее это болезненности этот жар это сдвиг положения позвонков именно так участки напряжения в мышцах получают возможность растаять мышцы получают возможность расслабиться если вы действительно дошли до границы зоны комфорта если ощущение действительно стали слишком сильными и может быть даже внутри появилось привычное желание что-то сделать может быть внутри появилось чувство беспокойство так всегда бывает когда мы ощущаем дискомфорт у нас внутри нарастает нетерпеливость наш покой нарушается но в этот момент как раз наступает возможность для нашего дыхание помочь нам остаться в неподвижность представить что мы выдыхаем через кости каждый следующий выдох продолжаясь по дуге движется сквозь позвонки к валю каждый следующий выдох мы направляем продолжая переносить от наших ребер вес и тяжесть по дуге мы продолжаем свое внимание и дыхание с каждым следующим выдохом направляя его в сторону валик если это происходит каждый следующий вдох начнется от валик он пройдет обратно сквозь позвонки и вернется в живот я делаю выдох через позвонки в валик я начинаю вдох от валика и когда это происходит пугая сила внизу живота по-прежнему защищает мою поясницу каждый выдох я собираю ощущение расслабление покоя отсутствие стресса собираю эти ощущения от моих плечей от моих глаз моего лица моего тяжелого затылка от других расслабленных частей моего тела и продолжаю собирать их каждый выдох и отправлять с каждым выдохом в сторону валик внимание вместе с дыханием проникает через кости проникает через участок напряжения жжения болезненности сторону валик и когда выдох заканчивается на валик я по-прежнему ощущаю в конце каждого выдоха упругую силу внизу живота я могу передать часть этой силы часть этой уверенности часть защиты время каждого следующего выдоха когда выдох проникает через участок болезненности и идет в сторону валик каждый следующий выдох объединяет чувство покоя чувство защищенности и давление валика стающим участком дискомфорта все это становится единым целом и в то же время я чувствую в этом возможность ощущать каждую деталь каждый выдох собирает ощущение покоя доказательство отсутствия стресса каждый выдох двигается по дуге в сторону валика проходит сквозь ощущение напряжения и болезненности и заканчивается валики и когда выдох заканчивается я чувствую упругую силу внизу живота значит все в порядке значит моя поясница по-прежнему защищена во время паузы внутри все замирает во время паузы мои стратегии на время отступает моё я тускнеет я получаю возможность почувствовать себя в тишине почувствовать себя в том месте которое является моим домом это болезненность то ощущение дискомфорта которая тает в моей пояснице только часть этого огромного бесконечного пространства пространство в котором много упругой силы пространство в котором находит свое место растворяющаяся тающая болезненность вдох начинается от валика он проходит сквозь позвонки и возвращается в живот получает там доказательство безопасности и поднимается по дуге наверх я не теряю взаимосвязь со всем телом я не теряю взаимосвязь с ощущением покоя этот вдох вносит мое исследование немного ясность немного силы сила которая мне нужна для того чтобы сделать ощущение чуть ближе это та самая ясность которую я ощущаю как наполнение легких свежего воздуха как проникновение воздуха до самых верхушек моей грудной клетки это происходит каждый раз когда вдох начинается от валика проходит сквозь участок болезненности сквозь позвонки и внизу живота получает доказательство того что все остается в порядке все безопасно отталкивается от ощущение упругости и по дуге поднимается вверх каждый вдох поднимается вверх к легким касается изнутри груди на ключицы когда это происходит я получаю ощущение ясности ощущение того что мое исследование все его детали становятся чуть более отчетливыми с каждым вдохом они становятся все более ясными для меня мое внимание и следует то что происходит со мной прямо сейчас то что имеет значение прямо сейчас то есть чего на самом деле прямо сейчас состоит моя жизнь то что я перестаю прятать за суетой тревогой волнением которое стало намного больше в последнее время вокруг меня может быть сейчас или последнее время вы как и многие другие переживаете мир вокруг как источник для напряжения тревоги с каждым выдохом это становится как будто бы чуть дальше может быть вы не справляетесь с тем что происходит вокруг может быть ситуации вокруг воспринимается как то что лишено смысла лишает силы ощущается как тупик или лабиринт вокруг меня когда смотрю на улицу или выхожу становится все тише становится меньше людей машин суеты вроде бы я хотел этого но разве этого я хотел воздух вокруг которым я дышу наполняется тревогой подозрительностью воздух общий для всех единое дыхание я этого не хотел что я могу сделать сейчас на что я могу опереться сейчас конечно я знаю что если я переживаю это значит я уже сейчас справляюсь с тем что происходит для этого мое тело пользуется способами которые используются для борьбы со стрессом я осваивал их с самого детства становясь участником мира в котором живу сейчас давление вокруг стало сильнее оно нарастает быстрее ощущается тревожным непредсказуемым но точно так же проходило все для меня когда я каждый раз сталкивался со стрессом и сейчас когда медитация закончится у меня сохранится возможность исследовать это исследовать как стресс вокруг проникает внутрь именно сейчас у меня есть время и пространство для исследования мы можем наблюдать за тем как стресс находит мы можем наблюдать за тем как стресс находит дорогу внутрь как мы встречаем стресс как мы используем свои стратегии сейчас у меня есть и время и пространство которые превратились в увеличительное стекло для исследования я делаю выдох и мое тело оказывается домом полном спокойствие в моем теле нету места для стресса когда каждый выдох заканчивается ощущением упругой силы внизу живота в моем теле нет места для стресса когда каждый вдох начинается от этого ощущения упругой силы и наполняет меня ясностью мне достаточно улыбнуться и наполнить каждый выдох нежностью мне достаточно ощутить как каждый мой вдох расправляет мою грудную клетку каждый мой вдох касается изнутри моей грудины и поднимает ключицы и это добавит нужную ясность к деталям моих ощущений мне достаточно оставаться внутри моего дыхания и отсюда начать свое исследование исследовать входные ворота для страха исследовать то что встречает страх внутри исследовать то что оказывается не рада этому страху исследовать то что находит кому внутри меня нужен страх кому внутри нужно одиночество изоляция только моим стратегиям которым не место внутри моего тела что сохраняет внутри меня страх что консервирует внутри меня ощущения одиночества чему они помогают внутри сохраниться и вырасти может быть это удобно для моего я для моих программ моих стратегий я делаю каждый выдох и понимаю что в этом выдохе когда он идет по дуге огибает валик оказывающий давление на поясницу и заканчивается внизу живота в состоянии упругой силы нет места стрессу стресс удобен только для моего я для моих программ для моих стратегий я делаю каждый вдох начиная его от упругой силы наполняя себя ощущениями ясности возникающими когда воздух на вершине вдоха касается массирует изнутри мою грудину и когда я ощущаю как грудина поднимается и чуть-чуть отходит отключится это только образ но это тот образ который наполняет меня ощущением ясности как мое я предлагает реагировать на ситуацию в которой я окажусь когда медитация закончится как мое я предлагает реагировать на новую непривычную ситуацию у меня есть знакомый способ реагировать напряжением страхом ощущением изоляции закрываться в кокон из напряжения знакомый способ реагировать потерей себя растворением беспечностью отрицанием дает ли мне это безопасности настоящий покой дает ли мне покой напряжение дает ли мне покой попытка контролировать то что со мной происходит я выдыхаю и собираю ощущение покоя и безопасности от моих плечей от моих упавших внутрь глазниц глазных яблок от расслабленной шеи чью расслабленность я ощущаю как давление затылка я позволяю своим ребрам не бороться а опуститься вниз каждым выдохом и каждый выдох по дуге проходит внутрь вымывает напряжение из поясницы идет к валику и чувствует в конце выдоха напряжение внизу живота каждый вдох отталкивается от валика отталкивается от упругой силы внизу живота чувствует безопасность внутри и наполняет меня ясностью в моем теле есть все для того чтобы справиться с любыми вызовами окружающего мира в моем теле есть все мое внимание исследует то что происходит со мной прямо сейчас то что имеет значение прямо сейчас то из чего на самом деле прямо сейчас состоит моя жизнь то что я перестаю прятать за суетой тревогой волнением которая стала намного больше в последнее время вокруг меня может быть сейчас или последнее время вы как и многие другие переживаете мир вокруг как источник для напряжения тревоги с каждым выдохом это становится как будто бы чуть дальше может быть вы не справляетесь с тем что происходит вокруг может быть ситуации вокруг воспринимается как то что лишено смысла лишает силы ощущается как тупик или лабиринт вокруг меня когда я смотрю на улицу или выхожу становится все тише становится меньше людей машин суеты вроде бы я хотел этого но разве этого я хотел вокруг меня становится больше пространства становится больше времени я хотел этого но разве этого я хотел воздух вокруг которым я дышу наполняется тревогой подозрительностью воздух общий для всех единое дыхание я этого не хотел что я могу сделать сейчас на что я могу опереться сейчас конечно я знаю что если я переживаю это значит я уже сейчас справляюсь с тем что происходит для этого мое тело пользуется способами которые используются для борьбы со стрессом я осваивал их с самого детства становясь участником мира в котором живу сейчас давление вокруг стало сильнее оно нарастает быстрее ощущается тревожным непредсказуемым но точно так же проходило все для меня когда я каждый раз сталкивался со стрессом и сейчас когда медитация закончится у меня сохранится возможность исследовать это исследовать как стресс вокруг проникает внутрь именно сейчас у меня есть время и пространство для исследований мы можем наблюдать за тем как стресс находит дорогу внутрь как мы встречаем стресс как мы используем свои стратегии сейчас у меня есть и время и пространство которые превратились в увеличительное стекло для исследований я делаю выдох и мое тело оказывается домом полном спокойствие в моем теле нету места для стресса когда каждый выдох заканчивается ощущением упругой силы внизу живота в моем теле нет места для стресса когда каждый вдох начинается от этого ощущения упругой силы и наполняет мне ясность мне достаточно улыбнуться и наполнить каждый выдох нежностью мне достаточно ощутить как каждый мой вдох расправляет мою грудную клетку каждый мой вдох касается изнутри моей грудины и поднимает ключицы и это добавит нужную ясность к деталям моих ощущений мне достаточно оставаться внутри моего дыхания и отсюда начать свое исследование исследовать входные ворота для страха исследовать то что встречает страх внутри и исследовать то что оказывается не рада этому страху исследовать то что находит находит кому внутри меня нужен страх кому внутри нужно одиночество изоляция только моим стратегиям которым не место внутри моего тела что сохраняет внутри меня страх что консервирует внутри меня ощущение одиночество чему они помогают внутри сохраниться и вырасти может быть это удобно для моего я для моих программ моих стратегий я делаю каждый выдох и понимаю что в этом выдохе когда он идет по дуге огибает валик оказывающий давление на поясницу и заканчивается внизу живота в состоянии упругой силы нет места стрессу стресс удобен только для моего я для моих программ для моих стратегий я делаю каждый вдох начиная его от упругой силы наполняя себя ощущениями ясности возникающими когда воздух на вершине вдоха касается массирует изнутри мою грудину и когда я ощущаю как грудина поднимается чуть-чуть отходит отключиться это только образ но это тот образ который наполняет меня ощущением ясности как мое я предлагает реагировать на ситуацию в которой я окажусь когда медитация закончится как мое я предлагает реагировать на новую непривычную ситуацию у меня есть знакомый способ реагировать напряжением страхом ощущением изоляции закрываться в кокон из напряжения знакомый способ реагировать потерей себя растворением беспечностью отрицания дает ли мне это безопасность и настоящий покой дает ли мне покой напряжение дает ли мне покой попытка контролировать то что со мной происходит я выдыхаю и собираю ощущение покоя и безопасности от моих плечей от моих упавших внутрь глазниц глазных яблок от расслабленной шеи чью расслабленность я ощущаю как давление затылка я позволяю своим ребрам не бороться а опуститься вниз с каждым выдохом каждый выдох по дуге проходит внутрь вымывает напряжение из поясницы идет к валику и чувствует в конце выдоха напряжение внизу живота каждый вдох отталкивается от валика отталкивается от упругой силы внизу живота чувствует безопасность внутри и наполняет меня ясностью в моем теле есть все для того чтобы справиться с любыми вызовами окружающего мира в моем теле есть все медленно постепенно позвольте своему телу подготовиться к тому что скоро мы будем поворачиваться на бок мы это сделаем очень медленно так чтобы внести в свое исследование при помощи этого движения нечто новое когда мы повернемся на бок валик перестанет оказывать давление на нашу поясницу и в пояснице останется только воспоминание об этом давлении это не значит что нам нужно будет вывалить поясницу и заполнить то место которое валик занимало оказывал давление вываленной пояснице попробуйте сохранить легкий изгиб легкое ощущение поддержки когда вы будете поворачиваться на бок медленно без суеты вынимать из-под себя валик и снова ложиться на спину мы поворачиваемся на бок делаем это медленно не вносим суеты в это движение поворачиваемся на бок так чтобы прочувствовать как валик перестает оказывать свое давление поворачиваемся на бок так чтобы почувствовать что вносит это движение в наше неподвижное тело мы поворачиваемся на бок так чтобы почувствовать что наш внутренний мир по-прежнему может находиться в состоянии покоя наше дыхание по-прежнему может следовать вниз живота и встречать там ощущение упругой сил валик перестает когда мы поворачиваемся прямо сейчас оказывать давление это ощущение перестает быть настолько заметным для внимания но если мы продолжаем отправлять вес ребер вниз живота с каждым выдохом ощущение упругой силы будет присутствовать это ощущение стало чуть более заметным и привычным для нас поворачиваемся на спину если внутри нас возникает желание вывалить поясницу коснуться поясницей пол а особенно в том месте где находился валик то мы позволяем себе сохранить ощущение поддержки позволяем себе не следовать за этим привычным движением ноги можно выпрямить и остаться в состоянии неподвижности позволить дыханию следовать привычным путем позволить каждому выдоху следовать по дуге огибая воображаемый валик поясница остается с памятью ощущение давления поясница остается с памятью ощущение которые сопровождали растворение напряжение под действием давления валик каждый выдох наши ребра отправляет свою тяжесть по дуге каждый выдох проходит как будто бы касаясь позвоночника по позвонкам изменившим свое положение под действием растворившегося напряжения под действием давления валика и оказывается внизу живота где встречается знакомиться с новым но известным нам ощущением упруга и силы ощущением защиты отталкивается от этого ощущения и начинается вдох мы заканчиваем медитацию и не выталкиваем поясницу в противоположном направлении мы доверяем ситуации в которой мы находимся мы остаемся в этом положении и позволяем себе задать себе вопрос мы позволяем пояснице ощутить доверие к новой ситуации мы позволяем себе ощутить возможность принять эту ситуацию когда через какое-то время медитация закончится и мы сядем и вернемся к обычной жизни будет здорово если мы попробуем позволить пояснице остаться в новой форме позволить ей присутствовать состояние легкого прогиба так как с нами было когда мы лежали на валике возможно в течение дня или вечером будет ощущение закрепощения в мышце ощущение зажатости это только признак того что напряженная растянутая мускулатура становится активной это временное неудобство которое растворится через некоторое время когда поясница привыкнет к естественному правильному положению обычно это происходит на утро если новое положение будет вызывать потребность вернуться к старому если у вас будет возникать желание вывалить поясницу попробуйте сохранить это положение до утра утром вы почувствуете эффект наша медитация подходит концу и через какое-то время мы вернемся к обычной жизни мы окунемся в водоворот суеты водоворот событий которые мы привыкли встречать напряжение наша медитация подходит к концу и наше я и наши стратегии конечно хотят использовать то что мы получили во время медитации для того чтобы усилить свою позицию что мы можем сделать чтобы этого не случилось как нам сохранить и не расплескать то ощущение покоя силы защищенности то изменение в котором мы оказались как нам оставить то путешествие в котором мы были только своим путешествием все что нам нужно для этого это просто позволит себе оставить происходящее без оценок все что нам нужно для этого это сказать себе со мной действительно случилось нечто новое я не знаю что со мной произошло но я чувствую что я изменился и я позволяю этому изменению остаться без названия я изменился но я не знаю что со мной произошло и я чувствую по этому поводу растерянность я чувствую желание перевести это изменение в слова сделать его более понятно я чувствую свое желание превратить это изменение в кирпичик из которого я строю здание своих стратегий и все что мне нужно для того чтобы не расплескать эти изменения все что мне нужно для того чтобы позволить им развиваться это оставить их без имени без названия все что мне нужно это не запирать эти изменения в клетку из слов все что мне нужно это не класть эти изменения на весы все что мне нужно это не лепить на эти изменения и на свои ощущения ярлык с ценой не измерять их линейкой я изменился и я не знаю что со мной произошло и я оставляю эти изменения без названия я позволяю им жить и развиваться дальше и я не даю им направления которые указывают мои ожидания и я не даю им направления которые указывают мои стратегии я изменился и я не знаю что со мной произошло медитация закончена всем спасибо спасибо спасибо